Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». И сегодня у нас в гостях настоящие звёзды, исполнители шедевров мировой оперы, лауреаты международных конкурсов Людмила Лакайчук и Кристиан Хеннеберг. Здравствуйте! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что Людмила родилась и выросла в Ангарске. И знакомство с музыкой произошло тоже здесь? Совершенно верно. Я родилась и выросла в этом городе. Именно здесь я пошла в музыкальную школу, музыкальную школу номер один, потом перешла в третью музыкальную школу. И очень рано начала заниматься в вокальной студии Тамара Георгиевна Морозенко в ДК «Нефтехимик». Именно поэтому нам особенно приятно, что мы можем сейчас с моим мужем и с моим сценическим партнёром Кристианом для города исполнить концерт именно в ДК «Нефтехимике». Да, вы приготовили очень уникальный подарок для ангарского зрителя. На этом концерте будет исполнена мировая опера. Вы будете теперь дуэтом? Да, совершенно верно. Мы подготовили очень красивую программу, которая состоит из шедевров мировой оперы, самых запоминаемых, самых ярких мелодий. Мы исполнили сольные номера, а также дуэты. Этот концерт называется «Любовь не знает границ». И это не пустые слова для нас. Я думаю, Кристиан мог бы рассказать подробнее об этом концерте и о содержании этого концерта и почему мы не знали его. Кристиан, название концерта «Любовь без границ» вы вкладываете в это особый смысл. Любим и музика. Любим и музика Музыка и любовь это два таких явления, для которых не важен язык, ни немецкий, ни русский, ни немецкий, ни русский. Для этого нужно только открытое сердце и возможность, определенная чувствительность для того, чтобы это воспринять. И для нас это было очень актуально. Наша любовь, мой муж и жена, она начала существовать через музыку, из-за музыки. И вот эти границы были сняты, государственные и так далее. И 27 мая, вот таким образом, что мы здесь в Ангарске делаем концерт. Мы хотим от вот этого явления, которое мы пережили, наша любовь, наш путь, дать что-то обратно городу. Вот эту любовь, которую мы в этом городе почувствовали к музыке и так далее. Семейное и образование, то есть все, что было здесь построено. То есть вот как результат всего этого будет наш концерт с таким вот названием. Любовь к музыке, ваша общая страсть. У вас маленькая дочь и вы воспитываете ее в этой атмосфере? Без музыки мы бы вообще не смогли познакомиться. Без музыки мы бы вообще не смогли познакомиться. Если бы не музыка, мы бы вообще здесь даже сегодня не оказались. И это было бы концерта с нами 27 числа. И музыка ответственна за очень многие прекрасные вещи в нашей жизни. Есть очень много параллелей между нами. Кристиан родился в музыкальной семье. Я родилась в музыкальной семье. Он у себя в Дрездене закончил музыкальную школу, сделал образование профессионально-музыкальное. Так же, как и я, родилась в Ангарске, закончила музыкальную школу. Дальше училась в Иркутске, в Екатеринбурге. Прошла свой музыкальный путь. Это большое счастье для нас. И, конечно, мы также постараемся с нашей дочерью Софией эти музыкальные традиции дальше передать. И дальше жить в этих традициях. Это наш план. Людмила, я знаю, что вы давно не были в Ангарске. Да, вы вернулись в родной город. А, ваш супруг впервые здесь. Расскажите о ваших впечатлениях. Да, спасибо. Это действительно большое счастье. Я не была в Ангарске очень долго. И большое счастье быть здесь сейчас. Три года. Я работаю очень плотно в Германии. И сейчас, я знаю, на ближайшие три года, как будет развиваться моя деятельность. Она предполагает очень мало свободного времени. Поэтому я понимала, что сейчас есть такая возможность, когда мы можем это сделать. И мы постарались ее использовать. Слава Богу, открылись границы. Кристиан впервые здесь, в Ангарске. Но не впервые в России. У него был однажды концерт в Курске. От театра, от немецкого. Как это ни странно. Очень был хороший концерт. Пришло публике в два раза больше, чем вмещал зал. Это был большой успех. И для него сейчас это очень интересно. И это особенно побывать здесь. В месте, где я родилась. Я ему очень много рассказывала про свою семью. Мы постоянно в контакте с моей семьей. Слава Богу, есть интернет. И мы можем поддерживать семейные отношения. Но из-за определенных проблем с закрытием стран, из-за вируса, мои родители не смогли приехать к нам на свадьбу. Они не были на рождении ребенка. Но сейчас мы смогли это наверстать. Да. И спустя вот три года здесь очень приятно приехать в город. Увидеть, как он изменился. Увидеть, как похорошел город. Позеленел. Вспомнить. Пройтись по всем местам, которые для меня имеют большое значение. Показать это моему супругу. Да. Это важно для нас. Это бесценно. Кристиан, вы сейчас, гуляя по Ангарску вместе со своей супругой, Вам важно узнавать те уголки, где она выросла, где она влюблялась в музыку, где она влюблялась в музыку. Это для меня очень деликатный и красивый момент, которого он очень долго ждал. Чтобы посмотреть, как она выросла здесь. Где лежат корни. Что ее жизнь сформировала. Почему какие-то вещи такие, какие они есть, в позитивном смысле? Для него это особенно, проезжать мимо школы, в которую я ходила 10 лет. И он думает 20 лет назад. Он думает, а где я был в это время, в какой школе? И что вот в этот один и тот же момент. И в этот самый момент понимать, что Людмила была 5755 километров вдали от меня и проходила такой же параллельный путь. И тоже ушла в школу, как я, только здесь. Это очень приятные моменты, когда она мне рассказывает, что смотри, вот здесь я ходила в школу, а тут я покупала пирожное, а тут иногда я покупала мороженое, иногда у меня был выбор. Я могла подойти, тут сидели бабушки, продавали семечки, которые они сами пожарили на сковородке и посолили. И вот я всегда выбирала семечки и покупала у них, и шла домой пешком. Вот такие вот какие-то маленькие особенности. Для него очень интересно было узнать и представить, как это здесь было. И для него было очень важно познакомиться с моими родителями, особенно с папой, и увидеть, как он много сделал для этого города. У меня папа инженер. Видеть, сколько зданий он здесь построил. Школу, стадион. И вот с этим соприкоснуться. То есть он об этом слышал по моим рассказам. А сейчас это увидеть вживую. Сейчас мы познакомились с моей учительницей по фортепиано. И она будет нашей пианисткой на концерте. И это совершенно особенно видеть, как мама Людмилы, видеть и понимать, что родители Людмилы и мама, в частности, с большим сердцем и любовью, сделала все возможное для того, чтобы ее дочери получили музыкальное образование. И это было действительно взрочно. И гиппфлейкт, это как цветы, которые нужно поливать, чтобы они росли. Вот это сделала мама. И это он сейчас видит, как это все складывалось. И, конечно, мы не можем забывать, что мы хотели также с гордостью определенную нашу дочь, Софию, которой 9 месяцев, передать в руки родителей. Мы хотели, чтобы они взяли ее на руки, чтобы они почувствовали вот это особенное, что у нас теперь есть. И увидеть их глаза в этот момент. Это те моменты, которые для нас очень особенные, которые мы пережили уже здесь. Это прекрасно. Это действительно большая удача, что вы в такое непростое время смогли выбраться в Россию. И невозможно, наверное, будет не коснуться темы, которая сейчас волнует все страны, объединяет эта борьба с новой коронавирусной инфекцией. Как ваша страна, Германия, справляется сейчас с этой проблемой? И что вы увидели, когда приехали в Россию? Есть очень серьезные правила для тех, кто пересекает границу в Россию. Как для русских граждан, так и для немецких. Они отличаются. Требования. То есть определенно очень много пришлось сделать, чтобы это было возможно. Но мы все равно очень благодарны, что мы смогли вернуться в Россию. И мы очень благодарны, что в принципе стало возможным приехать, потому что год все было закрыто. И в принципе, получается, мы уже использовали самую первую возможность. Мы с директором ДК «Нефтехимик» разговаривали о местах в зале, как тут обстоят дела. А в Германии, к сожалению, все, что касается культуры, отодвинулось очень далеко назад. Потому что считается, что это несовместимо с этими жизненными обстоятельствами, которые сейчас есть. Что для нас, художников, такое общее слово есть, немецкие художники, мы к ним относимся. Что для нас имеет вопрос экзистенции нашей жизни вообще. Но manchmal vergessen политики, dass es nicht nur um äußere Sachen geht, sondern dass der Mensch vor allem aus sich heraus, aus innen, aus seinem Inneren, auch gesund bleiben muss. Und dazu trägt die Kultur in vielen verschiedenen Formen, nicht nur in Form von Musik, entscheidend bei. Und ist deswegen doch sehr relevant. Но политики, потому что они принимают решение о том, что почти год у нас в стране закрыты концертные залы, театры. Люди не могут посетить никакие такие мероприятия, выставки, музеи. Все закрыто год, представьте, как и школы и так далее. И политики забывают, однако, что кроме внешних условий, как открытые супермаркеты, аптеки, что людям очень важна еще духовная пища, что изнутри они должны здоровье это воспитывать, чтобы были возможности внутренний резерв поддерживать. И вот про это они забывают. А это как раз очень большое имеет отношение к человеческому здоровью, он считает. И поэтому даже независимо от того, что это для нас так катастрофично, целый год не выступать, скажем, для всей страны. И я от себя добавлю, что 30% певцов ищут другую работу, потому что они потеряли все контракты. И мы в очень удачной ситуации еще, потому что у нас есть... Ну, у нас все-таки по определенным семейным обстоятельствам мы могли взять паузу, и она для нас нерешаема в том плане, что мы там обязательно теперь останемся без средств. То есть мы защищены, у нас все хорошо, мы даже успевали в какие-то маленькие окошки выступать. Были несколько окошек. Но что вот касается вообще общей картины, то ситуация достаточно трагичная. И не потому, что у нас заболеваемость выше. Нет, потому что принимаются другие политические решения. Мы не говорим, что они хуже или лучше. Мы просто говорим, что вот наше мнение такое вот скромное, что это сложно для всех. Даже с точки зрения, что медицина, ну и важна не только внешне, но и внутренне. Именно поэтому мы так счастливы вдвоем сейчас, что мы, наверное, именем, что мы безумно рады, что сейчас, благодаря тому, что у нас есть возможность выступить здесь, Мы сможем какие-то новые краски, какие-то новые эмоции людям подарить, которые для их душевного здоровья и равновесия им пригодятся. Так вот перевела. Это замечательно, что такое испытание сделало вас сильнее и вашу семью еще больше. Да, спасибо. Это правда серьезная вещь. Вернемся к концерту. Вы будете выступать на сцене дворца, где вы уже имели опыт с маленькой девочкой, правда? Какие чувства испытываете по этому поводу? И в канун юбилея вы будете это делать? Юбилея родного города и родного дворца? Спасибо, да. Мы действительно выступаем именно в том зале, в котором я ребенком делала мои первые скромные, но уверенные шаги по сцене. И много выступлений с хором у меня было на этой сцене, и сольных выступлений. И это для меня настолько приятно, важно, неоценимо вообще, что это состоится. Это очень приятно. Ведь я действительно в ДК «Нефтехимике» в вокальной студии училась, непосредственно туда ходила, как ребенок, на уроки по вокалу. И именно там вот эта любовь к музыке, любовь к человеческому голосу и понимание, что это такое, какое это имеет воздействие. Я ведь увидела это все впервые там. Именно там я почувствовала, что выход на сцену — это совершенно особенное явление. И уже как ребенок, это, наверное, то, что сформулировало мой выбор в сторону профессии. Когда я стою на сцене, у меня есть четкое ощущение, что меня любят. И я это понимала как ребенок, выходя, не имея никакого волнения, что это то место, где ничего плохого не может произойти. И с этой идеей и с этой уверенностью я вот всю жизнь иду от одного конкурса к другому, от одного прослушивания к другому. Помню вот свой позитивный опыт как ребенка на сцене ангарской. Это свое первое маленькое признание, маленькие свои первые аплодисменты и первое одобрение. И, как это сказать, когда это принимается и дальше делается все, чтобы это развивалось. Вот это вот было мне возможно. Мне вот этот был дан зеленый свет к этому делу. Никто никогда не говорил, зачем, что ты хочешь, ты никогда этим не сможешь заработать на жизнь. То есть вот этого никогда скепсиса не было. Были всегда только яркие глаза, были эмоции, было вдохновение, было поощрение. И вот эти эмоции, это все, что сейчас обросло, стало крепким, настоящим, фундаментальным. Это то, чем хочется делиться. Это то, чего очень много. Это то, что хочется передать большой любовью. Ту надежду и свет именно с этой большой прекрасной сцены. Я помню до сих пор, какая восхитительная акустика в этом зале. И я очень рада, что Кристиан скоро услышит, как приятно там петь, какой отзвук идет от зала, какая атмосфера есть в этом дворце совершенно особенная. Я помню эти колонны, которые там стоят. Помню зал с красивыми люстрами, балкончики. Это все такая классическая форма, которую мало где в городе можно в таком масштабе почувствовать. И это предлагает наш дворец. Это уникальная ситуация. Когда я в Германии показывала фотографии зала, где мы будем выступать, у нас все были просто в восторге. Я говорю, ничего себе, у вас целый оперный зал, у вас концертный зал, у вас театр там. Я говорю, ну вот у нас дворец культуры, нефтехимик, вот такой. Это было удивительно. Я очень горжусь нашим залом. Очень горжусь, что мы там будем петь. Ну, он вообще видел с внешней стороны дворец и он видел фотографии, которые я ему показывала. И он их с большой гордостью разослал своим друзьям, оперным певцам. Сказал, смотрите, вот здесь я в России буду петь с моей Людмилой концерты. Все такие, что? Вот это да! Как тебе повезло! Ну и все немножко как бы завидуют, потому что все никто не могут нигде выступать. А мы все-таки вырвались. И мы будем еще в таком красивом месте петь. Да еще и в альянсе таком семейном, когда это особенно приятно. Да, особенное доверие есть, особенно другая энергетика у концерта в связи с этим. Потому что это все сделано, как мы начали в любви. Это все сделано от большой страсти к музыке. Поэтому там только будут очень светлые чувства. Спасибо. Ну это действительно так. Друзья, это светлые слова. У вас есть возможность сейчас обратиться к ангарскому зрителю, пригласить еще раз на свой концерт? Дорогие друзья, дорогие ангарчане, любимые ангарчане, я с большой радостью приглашаю вас на наш концерт 27 мая в ДК «Нефтехимик». Он называется «У любви нет границ». Я, Людмила Лакачук, ангарчанка, уроженка этого города, которая здесь училась и формировалась, сейчас с большой радостью вместе со своим супругом, который певец, так же, как и я, подготовит для вас уникальную программу из самых лучших мировых оперных произведений. Это будет незабываемый концерт, который наполнит ваше сердце очень красивой, доброй энергией. Приходите, мы вам будем очень-очень рады и мы будем с любовью петь для вас. Зам концерт. Дас wird eine Sache bringen. Спас, спас, спас. Это принесет только одну вещь. Удовольствие, удовольствие, удовольствие. Так. Да, это действительно так. Я думаю, что ангарчане обязательно придут. Зал будет полный. Да, точно. То есть он будет заполнен зрителями, ожидающими шедевры мировой оперы. Кристиан и Людмила, я бы вас еще хотела попросить обратиться к ангарчанам в связи с юбилеем грядущим. Может быть, что-то пожелать? Я с большей радостью хочу пожелать любимому городу и любимым людям, которые в этом городе живут, которых я знаю лично, по которым очень скучаю. Самого-самого лучшего. Большого здоровья сибирского, которое у нас есть. вдохновения, свободы, творческих возможностей, радости от жизни, мира в семье и действительно хорошего настроения, несмотря на хмурую погоду иногда или же какие-то сложности, которые в повседневной жизни так или иначе у всех у нас случаются. Мы живем в прекрасном городе. У этого города прекрасная судьба. И я уверена, что очень счастливое будущее. С юбилеем Ангарск! Здравствуйте! Друзья, любимые Инвёnerы Ангарск, желаю вам счастливое бюджетное юбилеем вашего города! Я желаю вам, чтобы для этого города, Кристиан, от себя. Кристиан, обращаясь к вам, дорогие ангарчане, желает всего самого лучшего, желает, чтобы город развивался так же замечательно, как он развивается. Он желает также, чтобы эти прекрасные люди, с которыми он здесь успел познакомиться с теми прекрасными человеческими качествами, которые характерны для нашего человека, они также культивировались и оставались в центре всех остальных достоинств, которые есть у людей и дальше развивались. Я желаю, что в городе все хорошо, и чтобы еще много хороших людей встретить. Да, он желает всего самого лучшего города. И надеюсь, что он еще больше прекрасных людей сможет увидеть, познакомиться, вот как это уже произошло сейчас, за это короткое время, пока мы готовим концерт. Да, спасибо большое. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно познакомиться с вами лично. Спасибо. Я продолжу это знакомство в качестве зрителя в Мерцикультуре, и я ни за что не пропущу ваш концерт. Я приглашаю от своего имени ангарчан тоже посетить 27 мая Дворец культуры «Нефтехимик» и услышать эту потрясающую музыку. Спасибо вам, что пришли в нашу студию. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.